Приветствую вас. Ну, надо бы сначала определиться с тем, как вести себя с ней, чтобы что. То есть, как вести себя с ней, чтобы что. Как, что вы хотите получить от своего поведения. Это первое. Второе. Ну, ваше высказывание о том, что она претворяет, что любит вас, свекровь, я имею ввиду, несколько тревожно, на мой взгляд, выглядит, потому что... Почему вы решили, что свекровь должна вас любить? Вы, жена, ее сына, мама, ее внучки, ее внучки или внука. Так, да, непонятно. Почему она должна вас любить? Она относится к вам, она вас терпит. Это нормально. Ну, в том смысле, что вы для нее не такой близкий человек. Как мать, она ревнует вас, своему сыну. Как мать, ей кажется, что вы не идеальны для ее ребенка. И, по большому счету, никто не идеален для нее. Ибо вы совершенно другое поколение. Да, она не до конца принимает выбор своего сына. Да, она не до конца принимает своего сына. Это правда. Что это правда? Но скажите мне, пожалуйста, как задевает вас то, что она говорит про вас? Как это влияет на вас? И вообще, что она говорит? Ведь заделали... Ну, вас. Вам неприятно? Неприятно. Почему неприятно? А вот это вопрос. По логике вещей, если вам что-то неприятно, из того, что про вас говорят другие люди, если вас это задевает, то в глубине души вы с этим работаете. Он согласен. То есть задевает то, что вы считаете правдой, но то, от чего вы пытаетесь убежать, то, от чего вы пытаетесь скрыться, то, на что вы пытаетесь закрыть глаза. Вот. Основный момент. Какой. Получается, здесь что-то, что вы сами в себе не принимаете. И идея здесь заключается не в том, чтобы, например, уехать к маме, чтобы, например, изменить свою кровь, а в том, чтобы полностью принять себя и демонстрировать это всем окружающим. И здесь бросаются в глаза следующее. Вы жили с мамой, как я понял. Потом вы сразу переехали в семью мужа, к его свекрови. То есть вы, по большому счету, не жили одна, как я понял. Это вопрос, насколько вы самостоятельны, насколько вы способны опереться на себя, на свою личность, на свои ценности, на свои поступки, на свой выбор, на свои чувства. На мой взгляд, вы этого сделать не можете. И отсюда возникают все проблемы, которые вы испытываете. Ведь по вашему тексту получается так, что вы будто бы ждали, будто бы надеяли, что свекровь вас полюбит. А теперь обижаетесь на нее за то, что она, оказывается, вас не любит. Скажите, а вы нуждаетесь в ее любви? Скажите, а вы планируете в дальнейшем жить отдельно? Если да, то совершенно не важно, как свекровь команда. Это просто человек, с которым вам нужно жить в какое-то время. И, наверное, будет лучше для всех, в том числе и для ребенка, если вы будете жить дружно. А что такое дружно жить? Это значит принимать окружающих людей такими, какие они. Даже если вам кажется чуждым и непонятным, то, как они сюда ведут. Но если вы планируете, не планируете жить отдельно, то у меня к вам вопрос. Приезжая к свекрови насовсем, вы все ли сделали для того, чтобы она вас полюбила? Через что бы она вас полюбила, а ее любовь условно, вам нужно стать такой, какой она хочет вас видеть. Вот, готовы ли вы стать такой? Если не готовы, ну извините, вы получаете ровно то, что получаете. То есть, понимаете, чувствуется здесь некая жертвенность у вас. Чувствуется здесь некая жертвенность, некая неуверенность в себе, может быть даже страх. Может быть вы считаете, что недостаточно хорошая жена, мать, хозяйка. Может быть наоборот, то, что вы не являетесь единоличной и полноправной хозяйкой, вас вместо как-то влияют на вашу информацию. Что это сложно, потому что мало информации. Вы правда думали, что игрок будет, что игрок признается в том, что говорила? То есть, понимаете, вот здесь идет какая-то игра, какая-то война с вашей стороны. Нет, вы правильно сделали, что помирились, но остаток, который остался у вас, это то, что вас соделало. Это то, чем вы согласны со свекровью. Но что вам, что вы не желаете признать? Свекровь родитель, я полагаю, уже не молодая женщина. Уже не молодая женщина. И чтобы она уважала вас, чтобы она принимала вас, нужно не высказывать ни те, ни сомнения в том, что вы делаете. И многократное повторение этого позволит вам убедить свекровь в том, что вы вот такая. Сейчас она надеется вас поменять. Пока она надеется вас поменять, она будет вывести себя так. Когда она перестанет хотеть вас поменять, вы это заметите. Или она уже не хочет вас поменять. Все, что она будет делать, она будет делать для себя, не для вас. Это для нее нужно рассказывать что-то правило. Это ей нужно таким образом получать внимание к себе. Может быть жалость, может быть что-то еще. Но если вас задевает, извините, проблема только в том, как вы воспринимаетесь себя. Как вы относитесь сами к себе. И к сожалению, что-то потому что я вижу, относитесь к себе. Не самым лучшим образом. Но это можно корректировать. В результате, например, психотерапия. В результате индивидуальная работа. А вот примерно так я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если бы понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Спасибо. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо! Продолжение следует...